Ребята, всем привет! Новый день начался. Вы у меня куда-то уезжаете. Мы уже пришли домой. С утра мы сходили в Макаби, сдали кровь. Когда вы приезжаете, пойдете к семейному врачу. Врач всегда назначает дачу анализов. Потом мы, голодные, поехали в Ульпан. Поехали. Пошли пешком. Отучились. Сходили, забрали Тимура. Посылка пришла с Алиэкспресса. И сейчас, наконец-то, мы дома будем есть и пить кофе. Капец. Капец. Зашли в магазин. Быстренько вам покажу, что купили. Ничего сверхъестественного нет. Все просто нужное. Помидорки такие. По ценам давайте не в этот раз. Ну, примерно 10 шейфелей. Такие. Единственное, на что я точно знаю. Киви, 16,90. Виноград. Сейчас, я покажу. Вот такой хлеб, смотрите, написано по-русски. Деревенский хлеб. Черный арбанок. Там еще вот такие булочки. Тимур хочет обновить свой гриль. И, наконец-то, я добралась. И виноград. Вот он. Так. Второй пакетик. Индейка. Сыр. Здесь, по-моему, да, 400 грамм. Нарезанный сыр. Очень хороший. Вполне себе подойдет. Потом по акции было мороженое. Два вот таких лоточка. Не знаю, как назвать. Контейнера. За 36,2. И вот мы взяли такое. Это клубника-лимон. И вот такое. Это шоколадный и пломбир с шоколадной крошкой. Так. Наш лейк, представляете? Апельсиновый сок без сахара. У-у-у. Я очень рада. Значит, 26,90. Здесь 2 литра, кажется. Ну, в общем, я думаю, что здесь 2 литра сока, да. Вот. И шоколад был по акции Милка. Поэтому он тоже оказался у нас в корзине. По-моему, за 20 шекелей 4 штуки. Нормально. По 5 шекелей одна. Мы взяли разные. Вот такой, например, темный. Экстра какао. Даже такой не видела никогда. Ну, это стандартный уже такой, знаете, орехи, изюм. И 2 просто с орехами. Я с этим взял. Это не мой шоколад. Его. И смотрите. Какой хорошенький. Маленький арбузик. Как раз нам на двоих поесть и забыть, как говорит Тимур. Чтобы он не лежал, не портился. Вот все-таки покупки. Мы сейчас будем быстрее есть. Потом отдохнем чуть-чуть. Еще домашнее задание есть. И, может быть, вечером еще, кстати, куда-нибудь сходим. Покажу вам. Обязательно возьму вас с собой. Пока. Добрый вечер. Всем дуэт еще раз. У нас уже вечер. Мы идем гуляем. Сейчас ребят заберем. Да, ребята живут вот здесь вот рядом. Сейчас мы напишем. Они тоже выйдут. Пойдем прогуляемся по торговому центру. Посмотрим, что там продается в магазинах. Вот. Узнаем про права. Там вроде должна быть офтальмология, где можно проверить зрение. Хотелось бы заменить свои права. Российский на израильский. Вот. Как мы все это сделаем, расскажу. Всю процедуру получилось. Пока идем на разведку. Может быть, что-то сделаем. Может, нет. Вот, не знаем. Посмотрим. Да, ну и вообще, там, девочки погуляют, может, по магазинам пройдутся туда-сюда. Посмотрят, что там продается и что там есть. У нас вечер хорошо. Очень хорошо время для прогулки. Не жарко, не холодно. В принципе, довольно достойно. И вообще, на самом деле, сейчас как будто бы, ну, чувствуется осень, что ли, какая-то здесь именно. Даже если это 32 градуса, то не так жарко, как было до этого, когда мы только приехали. Да, мне кажется, мы просто привыкаем к местной погоде. Ну, может быть, да, климатизация прошла, я бы иду. Такие вот, сейчас, да, покажем дома, какие. Вот, такие вот, давай, иди-ка. Такие вот дома, сзади нас. Вот, и ближе, ближе, ближе. Новые, там живут богатые-богатые люди. Мы там тоже куда-нибудь, ну, не в этом доме, а где-нибудь, в Тель-Авиве. Так, в этом доме. Ладненько, ребятишки, надо будет нам, нашим друзьям позвонить, чтобы они тоже выходили, они ждут нашего звонка. Вам доброго вечера. Если будет что-то интересное, мы будем выходить на связь, что-то подснимать, что-то снимать. Да? Потом монтировать, монтировать, монтировать. Все, ради ваших. Я буду монтировать, а Тимур спать пойдет. Ну, нет, уж надо делать уроки, надо делать дела, надо читать информацию, всякую. Вот, все, понемногу, постепенно. Все у нас обязательно получится. Как и у вас, дорогие подписчики. Сейчас я вам сниму кошачьего тусовку. Давай. Кошечки. Кошачья тусовка. Тут рядом с мусоркой. Так много их. Вон еще один, рыженький. Тут ребята живут. Вон Тимур им звонит. А вот те дома, которые Тимур вам пытался все показать. Устанавливает, все эти. Не очень видно, но дома шикарные. Классные. Культурно, красиво. Ребята, кто еще, так же, как и я, любит китайские груши? Я их нашла. Их очень давно не было в России, но здесь они есть. Я купила себе две штуки, попробовать, такие же они или нет. Мы идем домой. С капсулами, старбакс, и китайскими грушами. Что-то мы еще... А, орехи мы еще купили. И, кстати, орехи, фисташки получилось за 25 шекерей. Ну, в общем, где-то около... У нас просто, это, ребята тут... С музыкальным, с академическим скульпом. Да, да. И вкус у них хороший. Так. Что я говорила-то? Вообще, мне это просто пустит YouTube. А, ну, фисташки. В общем, купили фисташки. Получилось где-то 480 рублей. Это 360 грамм фисташек. Классная цена. Фисташки эти очень вкусные уже проверенные. Не жареные. Не жареные, да. Без соли. Без соли. Без ГМО, да. И так далее. Вот. Сейчас идем гуляем. Идем домой. Вот такие дела. Очень хорошо вечером даже. Я бы даже сказала, что ветер прохладный. Вот. Так, ребята. Вот мы пили фисташки. Вот такой вот. 360 грамм кеши немного. 200 из чем-то грамм. И вот по чеку. 25,12 это писташки. 19,12 это кеши. И на 12,26 вышло 2 китайские груши. Груши дорогие. Ну, насколько я помню, они у нас в России, когда продавались, тоже были дорогие. Как-то так. Так же сегодня заходили в Суперфарм. Я взяла себе вот такие пэды с кислотами. Только на ночь, потому что здесь очень сильное солнце. На ночь я буду протирать ими лицо с кислотами этими пэдами. Должна быть хорошая пикси. И взяла вот такой вот SPF-стик. Это для того, чтобы точечно мазать на лице там родинки, что-то такое вот. Он сейчас был со скидкой 10 шекелей, поэтому решила взять. Я даже не знаю, как вам описать мои эмоции. Я так счастлива. Эта груша именно та, которая была в детстве. Тимур, а ты что скажешь? Ну, неплохо. Если кому-то все понравилось вкуснее. Нет. Она вот такая безвкусная, как и должна быть. Извините, что я, конечно, ем на камеру, но если вы живете в Израиле, в Баршеве, сходите, купите себе эту грушу и просто вот почувствуйте этот вкус детства. Я вообще, я очень рада. Мало мне надо для счастья, как вы видите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!